Здравствуйте, уважаемые шашисты! Давненько я не записывал видео, каюсь, ленюсь. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрим важное окончание в русских шашках 4 дамки против 2. Данное окончание встречается не так уж и часто, но его полезно знать. Если вы его не знаете, то найти выигрыш за сильнейшую сторону будет довольно-таки проблематично. Есть много специфических вариантов в этом окончании. Но прежде чем мы с вами рассмотрим данное окончание, хочу сделать небольшой анонс. Сегодня в 2020 по московскому времени на канале «Всё о шашках» состоится шашечный стрим. Ведущими будут Владислав Шипилов, мастер из Москвы, и я, Олег Бурылов. Друзья, всем предлагаю присоединиться к данному стриму. Будет интересно. Есть такой фильм «Убойный футбол», а сегодня будут «Убойные шашки». Ну, то есть, по количеству юмора и по количеству шашечных и околошашечных историй, я думаю, такого стрима ещё не было. Ну и оба стримера, так скажем, весёлые люди. Друзья, будет весело. Присоединяйтесь. 2020 по московскому времени. Канал «Всё о шашках». Друзья, чем должны, какими линиями должны владеть белые для победы в данном окончании? Белые должны владеть большой дорогой, ну или большаком, так называемым, и одной из линий двойника. То есть, в данном случае белые побеждают. Они владеют и большой дорогой, и одной из линий двойника. Если бы чёрные владели обеими линиями двойника, или бы захватили большую дорогу, то в этом окончании уже чёрные достигают ничей. Белые не могут победить. Есть какие-то этюды, но в общем случае у чёрных есть ничья. В данном же окончании белые побеждают. То есть, белые сперва, владея большой дорогой, не отдавая её чёрным, занимают обе линии двойников, затем вытесняют чёрных с линии тройников, и уже затем строят окончательную позицию. Вот такая окончательная позиция будет. Дамки D4, D6 и E3, E5. Ну, давайте рассмотрим примерный план игры. Во-первых, какой дамкой следует играть? Ну, давайте посмотрим, какие дамки выполняют какие функции. Дамка на A1 занимает большую дорогу. Дамка на C1 занимает одну из линий тройника. Дамка на G1 занимает одну из линий двойника. Дамка на E1 не выполняет никакую функцию. Именно она будет вытеснять чёрных с линии двойника. То есть, играем EF2. Ну, допустим, чёрные играют, ну, по тройнику, допустим, ушли на тройник. Играем на поле A5. Ну, и чёрным, видите, уже надо уходить с линии двойника, потому что белые грозят занять поле B8, зажать одну из чёрных дамок на двойнике, затем её разменяют и построят треугольник Петрова. Три дамки с сильнейшей стороны против одинокой дамки всегда выигрывают, если сильнейшая сторона владеет большой дорогой. Кто не знает, называется окончание треугольника Петрова. Подсказочку выложу в левом верхнем углу. Можете посмотреть, кто не знает. Ну, допустим, чёрным уже надо уходить. Ну, допустим, ушли на поле C7. Белые нападают. И чёрные, допустим, ушли на косяк. Теперь белые дамкой, которая находится на большой дороге, занимают либо поле D4, либо поле E5. Но если играют на D4, тогда вот таким образом займут поле E5. Если, допустим, на поле E5, то тогда дальше занимают поле D4 дамкой, которая на поле G1. То есть без разницы. Ну, допустим, пошли на поле D4. Ну, чёрные ушли на поле A3. Сейчас заняли поле E5. Ну, допустим, чёрные пошли сюда. Сейчас опять посмотрим, кто какие функции выполняет. Дамки белых D4 и E5 занимают пересечение линий двойников с большой дорогой. Их не стоит трогать. Дамка на C1 занимает линию тройника. Вот дамка на поле G1 сейчас не выполняет никакую функцию. Именно ею мы и играем. И вытесняем чёрных с линии тройника. Теперь белые грозят занять поле F8 и разменять одну из чёрных дамок. Затем построить треугольник Петрова и легко выиграть. Чёрные поэтому должны уйти. Белые нападают. Ну, и чёрные уходят, допустим, на поле H4. Теперь белые играют на поле E3. И у чёрных, как видите, остался только единственный ход. Чёрные вынуждены играть на поле D8. Остальные ходы уже проигрывают. То есть, на поле E1 нельзя из-за такого размена чёрной дамки. И белые построят треугольник Петрова и выиграют. Сюда нельзя играть из-за такого хода. Ну, и сюда играть нельзя из-за такого хода. То есть, белые разменивают одну из чёрных дамок и легко побеждают, построив треугольник Петрова. Чёрные поэтому вынуждены играть на поле D8. Это единственный ход. Теперь белые играют на поле D6. Ну, и как бы чёрные... Нет, друзья, прошу прощения. Белые теперь делают выжидательный ход. Ну, и как бы чёрные не играли, допустим, сюда пошли или сюда. Без разницы вообще. Допустим, пошли сюда, играют на поле D6. И вот теперь в этой позиции уже... То есть, могла встретиться вот такая позиция. Либо такая. Обязательно должен быть ход чёрных. То есть, и в этой позиции, и в этой позиции чёрные уже ходят либо сюда. То есть, либо в этой позиции, либо сюда, либо сюда ходят. То есть, без разницы. Ну, у нас вот, допустим, такая позиция. Ход чёрных. Куда играть? Ну, допустим, чёрные уходят на поле E1. Теперь дамкой, которая расположена на большой дороге, занимаем поле F6. Ну, и как бы чёрные не играли, мы теперь уже размениваем одну из дамок. Допустим, если чёрные играют на поле H4, то мы тогда уже уходим вот этой дамкой, которой мы заняли косяк. Так, мы уходим напротив чёрной дамки. И теперь, как бы чёрные не играли, теперь белые легко разменивают чёрные дамки. Если, допустим, они играют сюда, мы играем сюда. Ну, и на любой ход затем размениваем чёрную дамку. Если же чёрные в этой позиции, допустим, играют сюда, то белые уже, допустим, играют вот таким образом, ну, или таким образом. Ну, и чёрных единственный ход. Белые затем разменивают одну из чёрных дамок и легко побеждают. То есть в этой позиции после такого нападения выигрываем таким образом. Если чёрные в этой позиции нападают с поля D8, тогда мы уходим в эту сторону. То есть позиция, доска симметричная, то есть мы всегда уходим, как бы смотрим, вот дамкой, глаза в глаза, дамки чёрных всегда. Ну, и теперь, как бы чёрные не играли, то есть, допустим, пошли дамкой сюда, мы тогда уже играем таким образом и следующим ходом размениваем дамку. Если же чёрные играют в этой позиции сюда, то мы играем, ну, допустим, вот таким образом. Ну, и как бы чёрные не играли, затем, ну, сюда уже даже нельзя, белые разменивают дамку. Да, таким образом и должны легко победить. То есть ещё раз. Пошли на F6. Ну, допустим, чёрные пошли на поле D8. Теперь мы ушли, смотрим глаза в глаза, и сильнейший вариант игры за чёрных тут уйти дамкой, которая находится на поле Е1, на поле ЕА5. Далее мы размениваем одну из чёрных дамок. Ну, и кажется, что вроде бы чёрные достигли ничьей, то есть заняли большую дорогу, но на самом деле это не так. Белые жертвуют дамку, затем вторую и выиграют. То есть вот таким образом побеждают белые после хода вот такого хода. То есть если же в этой позиции чёрные, допустим, ушли на поле D8, то тогда дамкой, которая находится на большой дороге, мы, помните, раньше играли вот этой дамкой, а сейчас мы будем играть этой дамкой. Ну, и то есть как бы чёрные не играли, всё равно белые побеждают. Допустим, если чёрные играют на поле Е5, мы опять уходим вот этой дамкой, которая на большой дороге, смотрим глаза в глаза. Как играть теперь чёрным? Если они, допустим, ушли сюда, мы играем сюда и следующим ходом разменяем дамку чёрных. Если же чёрные уходят сюда, то мы играем вот таким образом, ну и на любой ход мы размениваем одну из белых дамок и побеждаем. То есть белые владеют большой дорогой и должны легко победить. То есть в этой позиции сильнейший вариант за чёрных игра вот таким образом. Напасть в поле Е1, белые уходят на 5, то есть опять глаза в глаза смотрят. Далее чёрные играют дамкой D8 на поле H4. Теперь белые, друзья, помните, то есть всё симметрично. Белые разменивают одну из чёрных дамок. Чёрные вроде бы опять занимают большую дорогу. Думают, что ничья, но на самом деле это не так. Белые жертвуют дамку, затем вторую и легко побеждают. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели довольно-таки непростое окончание. Четыре дамки против двух дамок. Максимально просто, максимально понятно. Попытался объяснить даже для самых начинающих игроков. Надеюсь, вам понятно всё. Если вам что-то непонятно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы, объясню, если вам что-то непонятно. Друзья, прошу оценить мою работу лайком, если вам понравилось данное видео, и подпиской. До свидания. Увидимся сегодня в 2020 по московскому времени на канале «Всё о шашках». Продолжение следует...